Всем добрый день! У нас сегодня новый день, новый влог. И мы поехали в город по делам со Светиком опять. Поэтому вот так вот едем. И надо домой моющая, да, ты говорила, купить. Да порошок дома закончился. Я вчера последний постирала порошок. Надо купить. Пойдем через дорогу. Перейдем. И у бабушки велик надо забрать. Саморезы поищу. Мне подсказали еще один магазин, где на вот эти вот саморезы посмотреть. Поэтому пойдем там посмотрим. Надеюсь, что они там будут. И мы сможем купить. Блин, надо было мультиварку взять в ремонт отвезти. Ну ладно, потом тогда уже. Вот что так носки сделала? У тебя кофта всякая-то непонятная. Ладно, идем на автобус. И поедем в город. Все, ребята. Нашли мы саморезы. Купили саморезы. Также зашли немножко игр. Ребятишкам взяли. И еще один сюрприз, который мы вам дома покажем. Тоже для детишек. Многие, знаете, написали, что я деньги, которые хотела на ремонт потратить, я их трачу. Ребята, я их не трачу. Они вообще даже не трогаются. Ни капельки. Вот нисколечки. Это вот так. Не переживайте. Потерпите две-три недельки и будет ремонт. Знаете, вот некоторые думают, что раз ремонт, то все уже завтра начинается. А вы думаете, очень быстро делаются окна? Мы их заказали. Сейчас две-три недели нам надо ждать, пока нам привезут эти окна. Это не быстро, ребята. Так что придется потерпеть, а не все сразу. Пока мы докупаем все, что нам надо для ремонта. Смотрите, у нас тут делают будет пешеходная дорожка, такая тротуарчик. Все что-то делается в городе понемножку. Спасибо вам, врачам. Плакат-то, ну... Сейчас, мне кажется, в каждом городе есть такое, да, Света? Такие плакаты. Да, подарок, наверное, уже увидали, но картинку я не показываю. Потом все уже увидите. Дома. Виталик проехал. Ладно, идем. Со Светой надо сходить в Алберес, забрать заказ. Там для Ирины пришла кокосовая стружка. Я готовлю Ирине посылку. Ирина в курсе этого. Собираю. И она хотела кокосовую стружку. Просто дома получалось так, что мы открыли кокосовую стружку. Поэтому заказали другую. И положим ей в подарок. Ладно, идем в Алберес за заказом. Мы, ребята, идем на конечную остановку. Потому что велик, колесо спущено. Лопнула камера, из-за этого не проехаться на велик. Поэтому идем пешком до конечной остановки. Там на автобусе велик уже загрузен. На автобусе так повезем. Так, чтобы можно было бы на велике ехать, если бы он целый был. Камера спущена. И вот заодно аллею нашу посмотрите. Пройдемся. И мы идем. А, Егорке потом позвонить, сказать, что бы он встретил. Ну да. Илья, ильючка. Илья, 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 илья. Хорошо на улице, только жарко очень сильно. Ну, мальчик, пожалуйста. Видишь, плать? За девочкой. А, зубочкой? Да. Просто под кепкой волосы, видать, убраны. Поэтому я подумала, что мальчик. Там придут дыни и все. Дыни продают. Ну, мы пока не берем. Арбузы, видишь, у нас еще рано брать. Рано еще брать. Когда начнут уже в пятерке в магните по полной продавать, вот тогда можно будет брать они, значит, на рынке. Видишь, машина будет привозить, а не в большие. А маленький нам смысл брать, а в основном самый большой. Сейчас зайдем. Вон там наша сила, кто может показать. Дойдем. Мы ждем всех в автобусе и поедем домой. Включай. Все, ребята, едем домой. Осталось это. Жарко очень. Покурки. Чай купили, Тесс. И едем домой. Хорошо в автобусе прохладно, да? Ветерок прям дует так. Вот я здесь сижу, мне сюда ветер. Вон сюда сидит, на эту сторону. Домой приедем, все покажем, да? Ребята, мы домой уже приехали. Тут вон Ильюша, передай привет всем. Видите, он уже согласен сниматься, но иногда, когда настроение есть. Ильюша будет чинить вот этот вот велик. Этот велик мы тоже купили с рук. Тут получается Ильюша тросик, но тросик я намотала. Нет, цепочку просто смазать и скоростя надо починить. А тросик полностью оборвался. Видишь, я его тросик где намотала? И колесо, камеру, видишь, колесо. Тормоза, ну это тормоза, вот. Так, потому что тросик не срабатывает цвета. Здесь кухни. Ну Ильюша будет нам чинить. Это скоростя, по-моему. Нет, это передняя. А, передняя, задняя. Ну вот, задняя вообще оторвана. Видишь, тросик. А это тормоза оторваны? Да. А, да. Это тебе все чинить надо будет. Скоростей тоже нету тросик. Ну вот я и грудь ей все чинить надо будет. Мама, ты ничего не сделала? Хорошо, Оксана. Тросики купить нельзя. Они дорогие? Да нет. Рублёй 150. Один тросик. А на тормоза? Они одинаковые. Одинаковые? Ну скажешь, надо на передачу и на тормоза. И все, они тебе лежат. А камеру она будет снять, посмотреть. Ну там папа будет смотреть уже, наверное. А тут камера, что, на каму как на А? Или нет, мне кажется? Нет, тут колесо будет. Вон, размеры 24. Ой. Ну вон тут, короче, размера. Ну папа все равно будет снимать, смотреть. Ладно, вот так вот. И дальше у нас покупочки есть сейчас. Ну я тоже заметила, что вот у нас... Теперь у нас на всех, даже на Илью хватает велика. Почему большой? Так нет, там с перекладиной есть. Ну ладно, идем домой показывать покупки. Что там лазим? Все, приехали, ребят. Нормально на тебе? Так, как тебе бы так показать? Да ничего. Нормально. Света померила шорты, ей нормально. Сказала она. Ей понравились. Но это самый маленький размер был. Я вся вот такая вот взъерошенная. Ребята, волосы спотели. Вроде короткая стрижка, а все равно волосы спотели. Хотя вчера голову мыла. Устали. Я сейчас пойду на огород, а Света будет готовить ужин. Так что вот такие вот у нас планы. Пишите ваши комментарии. Сейчас мы на влог рукодельницы с Оксаной снимем этот наборчик. Да, Оксана? Оксана прям ждет очень сильно. Ей понравилось. Тебе понравилось? Да. Ваня, тебе бассейн. Да, Ваня говорит, мой бассейн. Смотри, какой бассейн. Будешь в нем купаться. Ладно, ребята, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Самое главное, здоровья. Ребята, у нас время вечера уже. Папа собрал триммер. Сейчас будем испытывать, покажем вам, как он работает. И что вообще. Папа сейчас будет косить и пробовать. Мам, я не могу покатать сейчас. Все, успокойся. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот тяжелый, Владик? Собрал он его. Сейчас пойдем испытывать. Где-то на траву. Папа с собой ремень взял. Мне постоянно говорят, почему я тебя папой называю. Почему, говорит, не муж, не как-то не Владик, а именно папа. Да. Иди в мусорку, в мешок выкинь. Надо Ильюшку потом заставить. Тут дрова папа пилил, да, сегодня уже. Ай, Ванюшка там бежит. Мам, там не купаться. Вчера пилил? А Егор что не убирал? Я говорю, я тоже не нашла, куда ремень. Мам, я хочу купаться. Купаться сейчас. Вот папа травку покосит. Потом мы поставим, сделаем щит. Ой, папа собрал, да, Ваня? Ой, собрал. Отойдите отсюда. Ваня, иди сюда. Пока не дай бог. Сейчас посмотрим, как он будет. Ой, Ваня довольный стоит. Да, Ваня? Все, папа травку будет кусить? Да, сейчас папа пойдет. А мы сейчас близко не подходите. Мам, учиться в Крин-чемпион. Ну? Сейчас посмотрим, как у нас папа будет. Ему, правда, неудобно. Он первый раз. Ну, Костик. Он сюда сейчас пойдет. Он первый раз, ребята. Он еще только учится. Убирает, убирает. Просто вам не видно. Вот так вот, ребята. Спасибо вам огромное. Это от вас, получается, подарок. Папа сейчас пока приловчится к этой пиле, а потом будет уже... Траву косить. Мама! Мам! Да. Нельзя. Упадете, не дай бог. Я не упаду, я у тебя дамичка. Мячик! Да. Это мячик! Ну, папа не скосит мячик, не бойся. Папа учится только. Это мячик. Да. Не мешай папе. Вот так, ребята. Так, ну-ка слазим с досок. Это что такое? Не дай бог упадете. Волосы опять, Марина, у тебя распущенные. Я уже не в дождь доедала. уже часть травы скосил ему понравилось он даже не останавливается ну чё папа как понравилось так ну-ка не ходить за мной вот тут через доски чё скашивает а чё ты так высоко от земли делаешь а пока берегешь там мячик еще но по идее скашивает она траву то обкатывать надо еще до но так легко делается да или нет так подожди пока не включая мячик убрать сюда ванечка кыш он идите здесь играйте нельзя близко я забрала мячик уже вон мячик у вани вот сейчас папа всю вам тут травку нас кашевая да ванечка да ну это целом вот так вот у нас да ладно пускай косит потом покажем что и сколько он скосил чего и вот ребятки играют играйте играйте ну тайсон сейчас возле тебя тоже про косят да хорошо мы тебя достанем купальник вот папа сейчас будет все косит траву ну 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 да да ну Ваня, нельзя! Ваня! Ну и скажи свои ощущения. Мощные, да? Слушай, он весь уже в траве. Легко скашивает? Тяжело таскать? Нет? Всё, сейчас заправляет дальше косить. А, ты его прогоняешь пока, да? Пока нельзя сильно его напрягать. Всё понятно. Слушай, а проволоку даже, как я бы не сказала, что она прям сильно износила. Там трава ещё. Да, ну вот, скосила хорошо. Смотри, даже видно, где скосила. Даже ты вот там вот вокруг дерева обошёл, видно, где ты прошёлся. Вот в целом вот такая вот штукенция. Так купаться как? Папа завтра ещё покосит травку, и потом будем в бассейн удавать. Папа ещё щит вам приготовит, сделает, чтобы положить бассейн. Да, папа? И где ставить его надо ещё место? Здравствуйте! Так что вот как-то так. А бассейн ставит надо где-то здесь, мне кажется. Ну там сейчас папа решит. Папа за ключами, наверное, пошёл. Да, Оксана? Мам! Да. Большой аппарат, да, Ваня? Да. Ну всё, вот такие вот, друзья, у нас. Мужу понравилось. Многие написали, что это я обманываю, я на свои деньги купила. Ребята, я бы пожалела на такой грибогад, такие деньги свои. А так я накопила, я бы лучше на эти морозильную камеру купила. Нельзя, Ванечка, нельзя! Ну а сейчас буду копить на морозильную камеру. Не на морозильную камеру, а на холодильник. Большой, двухкамерный, до потолка. У нас такой он стоит 28 тысяч, вот я на него буду копить деньги. Да. Да, да, да. Так что вот такие, Ванне нельзя. Ладно? Вот такие вот у нас дела. Дорогие друзья, многие спрашивают, сделаю ли я компоту. Нет, ребята, не сделала. Решила оставить детям на еду, они всё съели. Все ягодки съели, потому что у нас у Марина аллерген арбуз. Арбузы мы не покупаем. Поэтому вот они сказали, мам, можно мы поедим? И я отдала всё. Они весь ящик съели за 4 или 5 дней. И сегодня уже мы смотрели, поспела у нас клубника. Ванечке я уже штучек 5-6, наверное, сорвала. Тоже часа детям на еду будет клубника. Там немного нынче, вот первый год она у меня плодоносит. Поэтому очень рада. Сейчас у меня мужчины сделают щит для бассейна. Там у меня морковка всё равно не взошла. Местами взошла, местами нет. Поэтому там сделаем щит, бассейн поставим для детей. Решили мы вот так вот сделать. Да, Ваня. Там две грядки с морковкой, остальное будет щит. Ваня радуется, смотри, бассейн ему делает. Ваня радуется. Он чумазый, но опять весь какой-то. Мужчина ведь. Я не буду за компанию. А, ты тоже за компанию доски носишь? Сейчас сделаем щит и надуем бассейн. Наберем потом воду и завтра будет греться вода и будут дети палькаться в воде. Да, Ваня довольный? Да, Ваня довольный? Ладно, идём. Тоже, я не могу делать.